Ну что ж, мы начнём, да? Ну, если вы готовы. Готовы? Да. Коля Серга. Украинский певец, композитор и музыкант. Стендапер, актёр, поэт и телеведущий, знакомый многим по тревел-шоу «Орёл и Решка», а ныне защитник Украины. Кто-то считает его слишком самовлюблённым и хайповым, в то же время он достаточно глубокий человек, имеющий независящий ни от кого позицию и взгляды, в чём вы сможете убедиться, посмотрев наше видео. Коля Серга. От ведущего «Орла и Решки» до защитника Украины. Николай Серга родился 23 марта 1989 года в городе Черкассы в семье военнослужащего и учительницы математики. Через год у него появился брат Ростислав, а чуть позже сестра Анна. Из-за рода деятельности отца Эдуарда Николаевича семья часто переезжала. Только за первую половину 90-х маленький Коля успел пожить в Южноуральске, Полтаве и Одессе, где он пошёл в 106-ю общеобразовательную школу. Там же работала и его мама, Инга Николаевна. Коля был творческим ребёнком. Он не испытывал симпатию к прозе, зато любил рифмовать. А потому почти все школьные сочинения писал в стихотворной форме. Впечатлительный малыш, насмотревшись боевиков, мечтал стать не просто актёром или каратистом, а именно ван-дамом. Помимо этого он зарабатывал свои первые деньги. С третьего по пятый класс Николай по документам матери сотрудничал с косметической компанией Oriflame и продавал пробники парфюма под видом мини-духов. Также он выступал на школьной сцене, где играл чёрта в спектакле «Вечера на хуторе близ Тиканьки». С восьмого класса Коля начал задумываться об актёрской профессии, против чего был отец, и потому не пустил сына в театральную студию. Его папа считал, что актёрством нельзя прокормить семью, что это некая заоблачная профессия, а по жизни нужно заниматься чем-то приземлённым. В старших классах наш герой вместе с приятелем начал торговать пиратскими DVD-дисками. Параллельно он занимался спортом, в частности, такими видами восточных единоборств, как тайский бокс, симмейдо и дзюдо. Окончив школу, парень поступил в Одесский государственный экологический университет. Тогда же он увлёкся КВНом и начал играть в команде «Анема-румбометр». Но после первой игры происходит конфликт, и Коля создаёт свою команду – «Смехом наружу». Вскоре он вызвал на университетский кубок «Анема-румбометр» за право быть официальной командой вуза, где «Смехом наружу» победила. Но на этом история команды закончилась. Вскоре после игры команда развалилась. Тогда Коля находит ещё одного участника, и они вдвоём выступают на фестивале Политехнического университета. По счастливой случайности, там его замечает редактор и по совместительству резидент Comedy Club Одесса Стайл, которая приглашает нашего героя стать автором регионального филиала Comedy Club Украина. Меж тем он пробует себя и в качестве резидента. Но из-за отсутствия опыта ему отказывают. Однако Коля не отчаивается и создаёт команду КВН и многие другие, где в основном играет он один. Выигрывая одну игру за другой до конца сезона 2008 года, его команда становится чемпионом первой украинской лиги Клуба весёлых и находчивых, а также Крымской и Севастопольской лиги КВН и Крымского летнего кубка. Параллельно с этим Николай всё же добивается своей цели. Он становится резидентом Comedy Club Одесса и теперь его регулярно приглашают выступать в Comedy Club UA. Вскоре Серга отправился в Москву для участия в проекте «Смех без правил» на телеканале ТНТ, где выступил под псевдонимом тренер Коля, создав запоминающийся образ физрука, который постоянно напевает отрывки песен. Этот образ пришёлся зрителям по вкусу. Тренер Коля выиграл восьмой сезон с призовым фондом 850 тысяч рублей и стал резидентом программы «Убойная лига» на ТНТ. А для шоу «Рассмеши комика» он написал саундтрек «Рассмеши смешного». «У тебя ещё три зуба, сама покушать можешь ты, ты в нашем доме престарелых, королева красоты». В 2009 году в Одессе проходил кастинг на шоу «Фабрика звёзд 3», продюсером которого был Константин Меладзе. Среди желающих попробовать удачу оказался и Николай. Он решил поддержать подругу и пока та была в очереди, спел в толпе шуточную песню. Его сразу же заметили и пригласили на кастинг. И как оказалось не зря. Пройдя три отборочных этапа, он стал участником популярного проекта и, дойдя до финала, занял третье место. На «Фабрике звёзд» он прославился в том числе исполнением таких своих композиций, как «Ду-ду-ду» и «Уходи». Во многом своему призовому месту Серга обязан не столько вокалу, сколько импровизации, харизме и отменному чувству юмора. По завершении телешоу его участники отправились в большой тур по Украине, с которым объехали все крупные города, выступив на главных площадках. При этом Коля был ведущим этого гастрольного турне. Вскоре он выкупил у продюсеров свой контракт с намерением начать сольную карьеру. В 2010-м наш герой попробовал себя в качестве радиоведущего утреннего шоу на «Люкс-ФМ». А в следующем году Николай окончил университет, получив специальность менеджер по управлению персоналом. Меж тем в Киеве проходил кастинг вокального конкурса «Новая волна», куда решил заглянуть начинающий артист, узнав, что там будет много красивых девушек. Исполнив экспромтом песню с припевом «Новая волна», «Новая волна», «Вы прошли и вы прошли, а вы идёте одна». Он получил зелёный свет и, минуя ещё несколько этапов отбора, с группой «Дэ Коля Серьга» отправился в Юрмалу представлять Украину на новой волне. Яркие выступления проекта не остались незамеченными. Ребята из Одессы получили приз зрительских симпатий. Спецприз от канала Муз-ТВ также в качестве награды был подписан контракт с компанией Игоря Крутого, правда, спустя полгода документ был расторгнут. Вернувшись из Юрмала, Николай при участии известного киевского саунд-продюсера Евгения Ступки приступил к записи своего первого диска, который получил название «Песни, не вошедшие во второй альбом». Но дебютной работой музыкант остался недоволен. Поэтому альбом вышел тиражом всего в 50 экземпляров и был роздан друзьям. В поиске своего звука Николай знакомится с барабанщиком украинской альтернативной группы «Дымная смесь» и саунд-продюсером коллектива «Куэст Пистолс» Олегом Федосовым. Вместе они записывают альбом «Секс-спорт рок-н-ролл», стиль которого характеризуют как «Диско-ролл». В него вошло 14 песен, среди которых «Тайны», «Макосины», «Тому, кто тебя поцелует потом», «Ради красивых детей» и другие. Композиции из этого альбома зазвучали в эфире украинских и российских радиостанций, а клипы группы, название которой сократилось до «The Collar», ротируются на музыкальных телеканалах. К слову, в списке музыкальных предпочтений Сергей Пол Маккартни, группа «Дженесис» и «Дафт Панк», а также украинский проект «Сансей». От ребят ждали сольного концерта, поэтому в 2013 году они выступили на площадке Киевского «Карибиан-клуба». О данном концерте трубили все украинские СМИ, а потому неудивительно, что он собрал полный зал и множество журналистов. В том же году Николая пригласили на пробы ведущего популярного тревел-шоу «Орел и Решка», где ему предложили стать лицом спецпроекта «Шопинг». Но поскольку покупки – это последнее, что на тот момент интересовало парня, он начал вести новый сезон «На краю света» в паре с Региной Тодоренко. Ведь мы в Пуэрто-Рико, а в Пуэрто-Рико нужно думать, иначе ты просто сгоришь под палящим солнцем. Ребята, мы в Пуэрто-Рико. Тут горячие латинские парни, красивые сгоревшие девушки. На проекте Коля Серга заменил полюбившегося многим Андрея Беднякова. И поначалу рейтинг шоу немного снизился, но со временем новый ведущий прижился, и все стало на свои места. Разумеется, на съемках не обходилось без приключений, и не все из них были приятными. В одном из интервью Николай рассказывал про случай в Буэнос-Айресе, где попался наглый таксист, который хотел их обмануть, и ребятам пришлось вызывать полицию. Дважды их съемочная группа попадала в аварию. Один раз на Сейшелах, другой на Вануату. Во время поездок с Орлом и Решкой ведущий пополнял свою коллекцию музыкальных инструментов, а специально перед первой съемкой приобрел тревел-гитару, но со временем устал с ней ездить. Не все знают, что для программы он также написал саундтрек. Меж тем, поработав сезон в проекте, который принес нашему герою широкую узнаваемость, он покинул Орел и Решку, объяснив это тем, что он прежде всего музыкант, и ему хочется продолжать заниматься любимым делом. А совмещать обе профессии не получается, так как шоу требует все твое время. Серга занялся продвижением своего альбома в Москве, куда переехал после работы на телевидении. В том же году он со своей группой стал участником телешоу «Главная сцена» на канале «Россия-1». Также в 2015 году Николай начал обучение в Московской школе кино на продюсерском факультете. Вскоре в его карьере появляется должность креативного продюсера в рекламном агентстве «Авангард», где клиентами Коли стали компании «Дирол», «ТМК», «Мерседес Пэнс», «Бритиш Петролиум» и многие другие. Также он сотрудничал с креативным продюсером компанией «Сэвен Арт» и «Камеди Клаб Продакшн» Вячеславом Дусмухаметовым, приняв участие в работе над шоу «Ночь с Региной» и «Почувствуй нашу любовь». В 2016 году Николай ушел в подполье, а точнее, не выходя из квартиры, начал работать над новым альбомом. Диск «Осенило» был записан при участии Олега Федосова. Вошедшие в него песни «Спасибо», «Дезертиры из самой смешной планеты» и «Красивый поворот» Николай называет самыми глубокими и откровенными в своем творчестве. В 2017 году шоумен вместе с российским коллегой Юрой Музыченко принял участие в шоу «Хайпмайстерс» на канале MTV. Их задачей было разрешить вечную дилемму «Что круче, телевидение или интернет?» А заодно побороться за титул «Мистер Хайпа». Тем временем Серга вновь появился в проекте «Орел и Решка», снявшись в спецвыпуске «Звезды», где его звездной соведущей стала актриса Екатерина Варнава. Им выпал шанс побывать в Дурбане. Коле досталась золотая карточка, поэтому он познал прелести этого южноафриканского города с точки зрения миллионера. К слову, часто ведущим проекта приходилось пробовать довольно диковинные блюда. Самой странной едой, которую ел Николай, был гигантский моллюск Тридакна – Наполал. Вне съемок он придерживается определенной системы питания, комфортной для своего организма. В январе 2018-го продюсер проекта «Орел и Решка» Елена Синельникова связалась с Николаем и предложила ему вернуться. Он согласился. Так был отснят морской сезон, который состоит из 60 серий. Город напоминает какой-то архитектурный винегрет. И самое интересное, что это вкусный винегрет. Вот все сочетается и ничего не режет глаз. По завершении работы весной следующего года Серга снова ушел из проекта. На этот раз для того, чтобы учиться актерскому мастерству в Нью-Йорк Филм Акэдеми. В сентябре он улетел в Лос-Анджелес, где прошел актерский интенсив для кино. О своем опыте обучения в филиале NYFA, которое стоило 8 тысяч долларов, без учета регистрационного взноса и брони места на курсе, он поделился в сети. Летом 2019 года Николай начал писать книгу «Концентрат фантазии» и уже к ноябрю закончил работу. Ее выпуск был запланирован на июнь 2020 года, чему предшествовал выход на цифровых платформах первого альбома стихи «Концентрат фантазии». В декабре 2020 состоялась премьера российской комедии «Игрок», где одну из ролей сыграл Серга. К слову, пробовал себя в кино Коле и Ране. Например, в 2012 году он появился в фильме «Тот еще Карлсон» и в сериале «Бардак». А вот сниматься в рекламе артист не стремится, заявляя, что в этом он очень принципиален. В 2021 году Николай собрал команду талантливых музыкантов, с которыми был создан нестандартный музыкально-поэтический проект «Вселеннопленные». Сам артист называет его психотерапией на основе поэзии. Вскоре они выпустили альбом «Болит воображение». А наш герой начал работу над очередным сборником стихов «Стихотерапия. Быть вселеннопленным». А ранее он занимался записью книги «Наизнание». В одном из интервью того года он поделился тем, что познает психотерапию более 10 лет, обучился эриксоновскому гипнозу и сейчас учится на аналитического психолога. Также рассказал, что жил в Перу и учился у шамана. Несмотря на то, что Серга – человек публичный, вопросы о личной жизни он не любит, а потому о ней мало что известно. Как-то в интервью он рассказывал, что самые длительные отношения у него продолжались 3 года. Однако до свадьбы дело не дошло. Пара рассталась. Некоторые источники писали, что после разрыва он долго приходил в себя. В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Коля встречается с моделью из Киева Лизой Мохарт. Но сам музыкант предпочитает держаться своего главного правила. «Личное должно быть личным». Известно, что сейчас его сердце свободно. Коля признается, что, несмотря на свой сложный характер, имеет огромную семью, которая состоит из большого количества друзей. Он ведет инстаграм-страницу и ютуб-канал, где радует аудиторию собственными песнями и стихами. Среди его увлечений – фридайвинг и приготовление экзотических блюд. В мирное время он старался поддерживать себя в форме, посещая спортзал. Насколько богат этот харизматичный украинский парень, можно только гадать, так как данных о его состоянии в открытых источниках нет. В интервью двухлетней давности он говорил, что зарабатывает креативным продюсированием, занимается развитием личных брендов своих клиентов. А на вопрос, сколько ему нужно денег, чтобы хорошо себя чувствовать, ответить затруднился. В то же время в другой беседе он заявил, что никогда не держал в руках миллион долларов, а на проекте «Орел и Решка» зарабатывал достаточно, оговорившись, что всем ведущим там платят по-разному. Известно, что по возвращении из Штатов он купил землю в Киеве, где жил последние годы. В первый же день российского вторжения в Украину Николай создал в мессенджере Телеграм группу «Психбатальон» для оказания первой психологической помощи. В мае Коля Серга и его коллега, популярный украинский телеведущий Даниэль Салем, побывали в Николаеве, куда привезли бронежилеты для бригад скорой помощи. А также устроили праздник для детей, пострадавших от войны. В конце августа 2022 года впервые рассказал в интервью, что поссорился с отцом после того, как пошел воевать в ряды ВСУ и не общался с ним месяц. По словам музыканта, поначалу папа не верил, что Украина может сделать что-то сама. Но когда увидел силу украинцев, то изменил свое мнение и сам пошел воевать, став командиром одной из бригад. Кроме того, у Коли на передовой служит брат. Он военный медик и обучает тактической медицине других. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество третьей степени. А в беседе с журналисткой Олесей Бацман среди прочего поведал о прохождении обучения на снайпера. О перепалке с Региной Тодоренко вспомнил, как в начале войны решил пойти в терроборону, но придя в военкомат, понял, что это ВСУ и подписал приказ о мобилизации. А еще порадовал своих поклонников первой песней на украинском языке. Я абсолютно неформатный человек, я не считаю себя юмористом, не люблю шутку ради шутки. Так говорит о себе Коля. Он человек активный, никогда не сидит на месте и находится в постоянном поиске себя. Это креативная и многогранная личность, в голове которой рождается миллион идей каждую минуту. Он всегда разный. А чем вам запомнился Коля Серга? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok